Место происшествия Торговали смертью. В Краснодаре задержали сразу двух закладчиков наркотиков. У них нашли более килограмма запрещенных веществ. Попутал бес. Житель Славянского района предстанет перед судом по обвинению в краже электросчетчика с территории местного храма. Действовали по отработанной схеме. В Ленинградском районе вывели на чистую воду группу телефонных мошенников. В Краснодаре задержали двоих мужчин по подозрению в распространении наркотиков. У них нашли более килограмма запрещенных веществ. Первым в отделе полиции оказался 28-летний приезжий из Читы. Стражи порядка обратили на него внимание, когда он шел по улице. Выдал себя сам, увидев людей в форме, тут же запаниковал и попытался сбежать, но безуспешно. В ходе проведения личного досмотра у молодого человека полицейские обнаружили и изъяли 45 полимерных пакетиков с белым порошкообразным веществом. Проведенная экспертиза установила, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком. Общей массой более 100 грамм. На кадрах оперативного видео обыск квартиры, которую снимает семья задержанного. По месту жительства мужчины оперативники нашли и изъяли еще 4 полиэтиленовых пакета с наркотиками общим весом около 1 килограмма. Говорит, что приобрел запрещенный товар для сбыта. Супруга о делах мужа знала, но предпочитала не вмешиваться. Вам было известно о хранении данных веществ в данной квартире? То есть занимался исключительно муж? Да. В какой период? Ну, где-то месяца два, как мне известно. Ну, ваша позиция была, вы высказывали мужу свою позицию? Да. Вы были за или против? Не было, все равно. Все равно, да? Второго драгдилера полицейские задержали спустя несколько дней. Также на улице ему 24 года в спортивной сумке молодого человека нашли 190 пакетиков цен метилофедроном. Всего более 100 граммов. Еще пять пакетов с таким же содержимым, общим весом более 70 граммов, оперативники изъяли во время обыска квартиры подозреваемого. Здесь же обнаружили и другие атрибуты наркоторговли. Электронные весы, изоляционную ленту, пластиковые пробирки. Полимерные пробирки, в которых также заворачиваются полимерные пакеты, маленькие фасованные, и в землю утапливаются. Таким образом делаются тайниковые закладки. Задержанные находятся под стражей. В их отношении следователи возбудили уголовные дела о незаконном сбыте наркотиков в крупном и особо крупном размерах. За торговлю смертью обоим грозит до 20 лет заключения. В Ленинградском районе стражи порядка вывели на чистую воду группу телефонных мошенников. По версии следствия, они развели на деньги семерых человек. Действовали по отработанной схеме, звонили местным жителям, как правило, пожилым людям. Представлялись сотрудниками полиции, сообщали, что внук или сын попал в ДТП. Тут же успокаивали, что уйти от уголовной ответственности можно. Только услуга не бесплатная, за вознаграждение. Передать наличность нужно было мужчине, который подъедет по указанному адресу. Бабушка, значит, отдала 30 тысяч им. Раз они спасают внука от того, что, мол, вот так и так случилось. А это же, может, в заключении все дети там это. Ну, бабушка внуков жалеет. Отдала 30 тысяч. Вот. А потом уже после мы узнали, что это мошенники были. Вызвали сразу полицию. Следователи возбудили уголовное дело и вышли на след подозреваемых. Мошенников задержали. Людей обманывали они втроем. Один временно обосновался в Ленинградском районе, приехал на Кубань из соседней республики. Еще двое обрабатывали своих жертв по телефону из Новосибирска. Самому младшему в этой троице 31 год, старшему 46. В общей сложности они обманули 7 человек. На доверчивости людей заработали более 200 тысяч рублей. Теперь пришло время ответить за мошенничество. Максимальное наказание за это преступление – до 6 лет лишения свободы. Материалы уголовного дела уже в суде. Жителя Славинского района не иначе, как попутал бес. Он предстанет перед судом по обвинению в кражах подозреваемому 32 года. В поле зрения полицейских он попал после того, как в дежурную часть пришел настоятель местного храма. Обратиться к правоохранителям за помощью батюшку вынудило пропажа электросчетчика стоимостью 8 тысяч рублей с территории строительства нового храма. Следователи считают, что библейскую заповедь «Не укради» задержанный нарушал не раз. Собрали доказательства еще по трем эпизодам. Общий ущерб составил 40 тысяч рублей. Подозреваемый не отрицает – виноват. Не раз прибирал к рукам то, что плохо лежало. Деньги лежали ни в чем были. В коробочке. В картонной коробке, да? Купюры по сколько? По тысяче рублей. Материалы уголовного дела следователи направили в суд. Задержанному грозит до двух лет лишения свободы. А сейчас предлагаю посмотреть подборку аварий на Краснодарских перекрестках. Все они попали в поле зрения камер ЕДДС. На Красные Ленина таксист торопится проехать перекресток. Слишком рано выезжает вперед, и его автомобиль получает удар по носу. По той же причине передний бампер своей машины осматривает автомобилист на углу Дзержинского и Новаторов. Перекресток улиц Ставропольской и Таманской. Водитель тормозит перед зеброй. Этого требует от него красный сигнал светофора. Только вот следом едет автомобиль, который не соблюдает безопасную дистанцию. Не хватает ее и двум легковушкам на красных партизан и академика Лукьяненко. Они неподвижно застывают на кольце. На российской и солнечной в аварию попадают две автоледи. Одна из них едет прямо, второй нужно направо, двигается по задному курсу и поворачивается второго ряда, не глядя по сторонам. Это все, о чем мы успели рассказать к этому часу. Через несколько минут в нашем эфире смотрите информационный выпуск программы «Город сегодня». Я передаю слово коллегам. «Город сегодня»! «Город сегодня»! Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok